Сегодня мы находимся на бэкстейже съемки для Кэти Тапури и Александра Рутюнова. В таких случаях какова функция стилиста? Только пошив коллекции, да, там, как это уже последняя, кстати, занимает полгода, а вообще работа на коллекции может вестись там год-полтора, поэтому бывает, что у дизайнера может быть абсолютно забылен взгляд. Вот так, да? Всегда в конце. Сделать и... Красота. Именно вот с компоновкой вещей может возникнуть проблема. Для этого и нужны стилисты дизайнерам, чтобы совместно придумать образ, довести его до совершенства и, ну, до вас. Одна из самых красивых селебрити в Москве, конечно, муза, и я поклонник его таланта. И именно поэтому ты решил ей замазать сейчас брови, потому что ты ее так сильно любишь. И еще волосы покрасил. Кэти является селебрити и она не является моделью, да, то есть мы в любом случае оставляем лицо Кэти, но мы пытаемся сделать ее красивой чуть иначе, чем обычно она появляется где-то на подмостках или на площадках каких-то. Скажи про сегодняшний образ. Первый момент. Это, как стилист говорит Галла Борзова, вот такой сказочный локейшн, соответственно, Кэти должна быть сказочная, но в тенденциях именно сказки как таковой в мейке и в волосах сейчас не присутствует. Я говорю про какие-то суперконструкции и так далее. Также в тенденциях присутствуют неординарные цвета на волосах. Мы решили поиграть со странными цветами, потому что они здесь смешаны, они где-то видны, где-то не видны. И вот текстура волос влажная и несколько, наверное, даже не очень опрятная. Что касается мейка, использую цвета, которые будут использоваться в этом сезоне. При всем этом странном сочетании цветов, но не сильно ярких, у нас все-таки должен быть один акцент, и вот один акцент мы ставим на губы. Те наряды, которые есть, сколько еще элементов нужно добавить для того, чтобы полностью лук сформировать? Что еще ты подобрала? Давайте посмотрим. Мы можем составить просто тотал-лук Александра Рутонов. У нас есть платье, у нас есть обувь, у нас есть украшения. Обувь тоже Сашина? И обувь в том числе, что меня как стилиста радует, потому что образ, он получается более цельным. Плюс у нас есть боди, у нас есть какие-то лосины, ремни, то есть, ну, полный набор стилиста. В этом сезоне еще у нас такой интересный коллаборейшн произошел. Женя Ленович для Александра Рутюнова создала коллекцию украшений из натуральных камней. Мы с Сашей отсмотрели коллекцию и выбрали две вещи, абсолютно разные по энергетике, но которые очень ярко характеризуют стиль Александра Рутюнова. По поводу концепта у нас очень интересная история, у нас красивый локейшн, отобрали фотограф и дизайнер. Это старинный особняк, и у нас история про такую загадочную девушку, которая живет скорее в этом особняке, и она очень современная, но в то же время она такая волшебница. Давай, три, четыре. Стремление каждого из нас продвигаться вперед и развиваться приводит к тому, что каждый помимо каких-то коллабораций с кем-то старается что-то сольное делать. Я пробовал работать в паре с каким-нибудь дизайнером, я очень ревно отношусь к своим каким-то вещам, но вот на этот раз как раз мы с Женей сработались по поводу аксессуаров. Каковы твои амбиции, какой твой творческий путь дальше? Группа, но пою только я. Вкусы у нас прекрасно совпадают, отношения у нас просто прекрасные в коллективе, и как-то идти куда-то сольным мне особо не хочется. В группе, если нелегко петь, то как минимум весело. Что происходит в группе «Центр» узнала Маргарита Даниелова специально для вас. У меня богатый опыт общения с рэп-исполнителями, и рядом со мной сейчас находится группа «Центр», которая в минус 20, прошу заметить, выступила в парке Горького. Голосом заслуженным микрофон, что-то бормочу, ночами пишу, пытаясь воплотить в жизнь свою мечту. Какую музыку в машине-то слушать? Ну, в основном рэп, как бы, но могу там радио, не знаю, мегаполис послушать, ну, как техно, там, минимум. Один рэп слушать, это нереально вообще. Что же так кажется? Должно быть какое-то разбавление. Ну, а у нас на районе всё как обычно. 100 километров по городу, салон черная кожа, тазик как черная кошка, внутри все те же рожи. R&B стиль вообще, рэп стиль. Куда он движется? В рэпе много чего меняется, вылазят новые люди, которые умеют нас по-настоящему петь, которые умеют читать рэп, которые говорят о жизни. Но мы движемся к тому, чтобы согнать попсу и всё, убрать, чтобы нормальная музыка была в стране. Папиросы, папиросы, лавандоса, принесут мне очень скоро, я буду пуссан. Тренды я могу сказать. Цепи, шапки натянутые, бейсболки на застёжке, вот это сейчас тренд. Сейчас типа модно, я не врубался, я вообще сначала, но меня бесило, я с детства помню эти дешёвые бейсболки USA, там, вот эта застёжка и сеточка. А сейчас типа это модно, я, короче, поначалу вообще, ну, отказывался. Слушайте, я хоть буду знать, потому что для меня максимум это была шапка на пуговках, вот, обратите внимание. Не заниматься, а не смоткой подбирать. Ты мой хороший, правильно, на самом деле ты всё правильно говоришь. Расскажите про свою музыку, давайте теперь поговорим о вас. Куда движетесь? Или просто вот поёте и поёте, или есть какая-то цель, к которой вы идёте? Движемся к тому, что больше людей узнал о хип-хопе, о нашей культуре, о музыке. Не движемся к евро этим всяким штучкам, как это. Как это мероприятие называется? Ежегодное евро, евровидение. Ну, к такому мы не движемся точно. Яркий город, с мурыми облаками, здесь живу я, мои друзья и всех, кто мне важен. У группы и вообще у нашей тусовки целый, как есть определённый стиль. Вот мы его и двигаем, в принципе, уже полстраны таким стилем пользуются нашим. Подъезд — это моя сцена, в моём городе правда, и она бесценна. Гильзы, патроны, под мои стоны затихают спальные районы. Эх, Андрюша, что же ты старших не слушал? Залезь на душу, не пытайся, не нужно. Если говорить не о вас, а о тех, кто вам нравится, кого из молодых исполнителей вообще посоветуете, порекомендуете послушать вы? Никого не буду рекомендовать. Центру спасибо за всё, Москве спасибо за вдохновение, что силы мне придаёт. Спасибо вам, ребята, пока! Группа «Центр» прощается с вами. В следующей части «Трэнди Лап» — модные штучки для интерьеров. Как получить идеальные формы с помощью стула.